Царь Бериндей Царь Бериндей Рассубили, разбили палатку Душно стало царю под палаткой И смерть захотелось выпить студеной воды Но поле было безводно Как быть, что делать, а плохо приходит Вот он решился сам объехать все поле А вось попадется на счастье где-нибудь ключ Поехал и видит колодец Поспешно спрянув с коня Заглянул он в него Он полон водою Вплоть до самых краев Золотой на поверхности ковшик плавает Царь Бериндей поспешно за ковшик Не тут-то было ковшик прочь от руки За янтарную ручку царь с нетерпением То правой рукою, то левой хватает ковшик Но ручка проворна, виляя ей вправо и влево Только что дразнит царя и никак не даются Что за причина Вот он, вышдавший время, чтоб ковшик стал на место Хвать его разом справа и слева Как бы не так Из рук ускользнувши Как рыбка нырнул он Прямо на дно колодца И снова потом на поверхность Выплыл, как будто ни в чем не бывал Постой же, подумал царь Бериндей Я напьюсь без тебя И, недолго сбираясь Жадно прильнул он губами к воде И струю ключевую начал тянуть Не заботясь о том, что в воде утонула Вся его борода Напившись вдоволь, поднять он голову хочет А нет, погоди, не пускают И кто-то царскую бороду держит Упершись в ограду колодца Селится он оторваться Трясет, вертит головою Держат его, да и только Кто там, пустите! Кричит он Нет ответа, лишь страшная Смотрится дна образина Два огромные глаза Горят, как два изумруда Рот, разинутый чудным Смехом смеется Два ряда крупных жемчужин светится В нем и язык между зубами Выставись дразнит царя А в бороду впутались крепко Вместо пальцев клешни И вот, наконец, цеповатый голос сказал из воды Не трудися, царь, понапрасну Я тебя не пущу Если же хочешь на волю Дай мне то, что есть у тебя И чего ты не знаешь? Царь подумал Чего ж я не знаю Я, кажется, знаю все И он отвечал образине Изволь, я согласен Ладно Опять цеповатый Послышался голос Смотри же Слово сдержи Чтоб себе Не нажить Ни попрека Ни худа С этим словом исчезли Клешни А образина пропала Честную выручив бороду Царь отряхнулся Как гоголь Всех придворных обрызгал И все царю поклонились Сяв на коня он поехал И долго ли, мало ли ехал Только уж вот он близко столицы Навстречу толпами Цыплет народ И пушки палят И на всех колокольнях звон И царь подъезжает К своим златоверхим палатам Там царица стоит На крыльце И ждет И с царицей Рядом первый министр На руках он своих Парчевую Держит подушку На ней же Младенец Прекрасный Как светлый месяц В пеленках Копышется Царь догадался И ахнул Вот оно То, чего Я не знал Уморил Ты Проклятый Демон Меня Так он Подумал И горько Горько Заплакал Все удивились Но слово Никто не промолвил Младенца На руки взявший Царь Бериндей Любовался им Долго Сам его взнес На крыльцо Положил в колыбельку И горе Скрыв про себя По-прежнему Царствовать начал О тайне Царской Никто не узнал Но все Примечали Что крепко Царь был Печален Он все Дожидался Вот придут За сыном Днем он Покоя не знал И сна не ведал Он ночью Время Однако Текло А никто Не являлся Царевич Рос Не по дням По часам И сделался Чудо Красавец Вот Наконец И царь Бериндей О том Что случилось Вовсе Забыл Но Другие Не так Забывчивы Были Раз Царевич Охотой В лесу Забавляясь В густую Чащу Заехал Один Он Смотрит Все Дико Поляна Черные Сосны Кругом На поляне Дуплистая Липа Вдруг Зашумело В дупле Он Глядит Вылезает Оттуда Чудный Какой-то Старик С бородою Зеленой С глазами Так же Зелеными Здравствуй Иван Царевич Сказал Долго Тебя Дожидали Мы Пора Бы Нас Вспомнить Кто Ты Царевич Спросил Об этом После Теперь Вот Что Ты Сделай Отцу Своему Царю Бериндею Мой Поклон Отнеси Да Скажи От меня Не пора ли Царь Бериндей Должок Заплатить Уж Давно Миновалось Время Он Сам Остальное Поймет До Свидания И с этим Словом Исчез Бородатый Старик Иван Шоцаревич В крепкой Думе Поехал Обратно Из темного леса Вот он К отцу Своему Царю Бериндею Приходит Батюшка Царь Государь Говорит Он Со мною Случилось Чудо Он Рассказал О том Что видел И слышал Царь Бериндей Побледнел Как Мертвец Беда Мой Сердешной Друг Иван Царевич Бериндей Воскликнул Держи Держи Про себя Что По ней Никто Здесь Не Ведал Даже Сама Государиня Матушка Если Ж назад Я К вам По прошествии Целого Года Не буду Тогда Уж Знаете Что Нет На свете Меня Снарядили Как Должно В путь Ивана Царевича Дал ему Царь Золотые Латы Меч И Коня Воронова Царица С мощами Крест На шею Надела Ему Отпели Молебен Нежно Потом Обнялись А поплакали С Богом Поехал В путь Иван Царевич Что-то С ним Будет Уж Едет День Он Другой И Третий В исходе Четвертого Солнца Только Успела Зайти Подъезжает Он К озеру Гладко Озеро То Как стекло Вода Наравне С берегами Все В окрестности Пусто Румяным Вечерним Сиянием Воды Покрытые Гаснут И В них Отразился Зеленый Берег И Частый Тростник И Все Как будто Бы дремлет Воздух Не веет Тростинка Не тронется Шороха В струйках Светлых Не слышно Иван Царевич Смотрит И Что же Видит Он Тридцать Хохлатых Сереньких Уточек Подле Берега Плавают Рядом Тридцать Белых Сорочек Подле Воды На травке Лежат Осторожно Поодаль Слез Иван Царевич С коня Высокой Травою Скрытой Подполз И Одну Из белых Сорочек Тихонько Взял Потом Угнездился В кусте Дожидаться Что будет Уточки Плавают Плещутся В струйках Играют Ныряют Вот Наконец Поиграв Поныряв Поплескавшись Подплыли К берегу Двадцать Девять Из них Побежав С перевалкой К белым Сорочкам Озем Ударились Все обратились В красных Девиц Нарядились Порхнули И разом Исчезли Только Тридцатая Уточка На берег Выйти не смея Взад И вперед Одна Одинешенько С жалобным Криком Около берега Бьется С робостью Вытянув шейку Смотрит Туда и сюда То вспорхнет То снова Присядет Жалко стало Ивану Царевичу Вот он Выходит К ней Из-за кустика Глядь Она ему Человечьим Голосом Вслух Говорит Иван Царевич Отдай мне Платье Мое Я сама Тебе Пригожуся Он С нею Спорить Не стал Положил На травку Сорочку И скромно Прочь Отошедше Стал За кустом Спорхнула На травку Уточка Что же Вдруг Видит Иван Царевич Девица В белой Одежде Стоит Перед Перед Ним Молода И Прекрасна Так Что Ни В сказке Сказать Ни Пером Описать И Краснее Руку Ему Подает И Потупив Стыдливые Очи Голосом Звонким Как Струны Ему Говорит Благодарствуй Добрый Иван Царевич За то Что Меня Ты послушал Тем Ты Себе Самому Услужил Но И Мною Доволен Будешь Я Дочь Кощея Бессмертного Марья Царевна Тридцать Нас У него Дочерей Молодых Подземельным Царством Владеет Кощей Он Давно Уж Тебя Поджидает В гости И Очень Сердит Но Ты Не Пекись Не Заботься Сделай Лишь То Что Я Тебе Присоветую Слушай Только Завидишь Кощея Царя Упади На колено Прямо К нему Поползи Затопает Он Не Пугайся Станет Ругаться Не Слушай Ползи Да И Только Что После Будет Увидишь Теперь Пора Нам И Мария Царевна В землю Ударила Маленькой Ножкой Своей Раступила Сотча Земля И Они Вместе В подземное Царство Спустились Видя Дворец Кощея Бессмертного Высечен Был он Весь Искорбун Кулак Камня И ярче Небесного Солнца Все Под землей Освещал Иван Царевич Отважно Входит Кощея Сидит На престоле В светлой Короне Плещут Глаза Как два Изумруда Руки С клешнями Только Завидел Его Вдалеке Отчас На колени Встал Иван Царевич Кощей Жозотопов Сверкнуло Страшно В зеленых Глазах И Так Закричал Он Что С воды Царства Подземного Дрогнули Слово Марии Царевны Вспомня Пополз На карачках Иван Царевич К престолу Царь Шумит А царевич Ползет Да ползет Но последок Стало Царю И смешно Доброты Проказник Сказал Он Если тебе Удалось Меня Рассмешить То С тобою Ссоры Теперь Заводить Я Не Стану Милости Просим К нам В подземельное Царство Но Знай За твое Ослушание Должен ты Нам Отслужить Две Службы Сочтемся Мы Завтра Нынче Уж Поздно Поди Тут Два Придворных Проворно Под руки Взяли Ивана Царевича Очень Учтиво С ним Пошли В покой Отведенные Ему Отворили Дверь Поклонились Царевичу В пояс Ушли И остался Там он Один Беззаботно Он лег На постелю И скоро Сном Глубоким Заснул Глубоким На другой день, рано поутру, царь Кощей к себе Ивана Царевича кликнул. Ну, Иван Царевич, сказал он, теперь мы посмотрим, что ты искусен-то делать. Изволь, например, нам построить нынешней ночью дворец, чтоб кровля была золотая, стены из мрамора, окна хрустальные, в круг регулярный сад и в саду пруды с карасями. Если построишь этот дворец, то нашу царскую милость заслужишь. Если же нет, то, прошу, не пенять, головы не удержишь. Ах ты, Кощея Каянный, Иван Царевич подумал, вот что затеял, смотри, пожалуй, с тяжелой кручиной. Он возвратился к себе и сидит пригорюнясь. Уж вечер. Вот блестящая пчелка, к его подлетела окошку, бьется об стекла и слышит он голос. Впусти! Отворил он дверку окошка, пчелка влетела и вдруг обернулась Марьей Царевной. Здравствуй, Иван Царевич, о чем ты так призадумался? Нехотя будешь задумчив, сказал он, батюшка твой до моей головы добирается. Что же сделать решился ты? Что? Ничего. Пускай его снимет голову. Двух смертей не видать. Одной не минуешь. Нет, мой милый Иван Царевич, не должно терять нам бодрости. То ли беда, беда впереди, не печалься. Утро вечера, знаешь, ты сам мудренее. Ложись и спать. А завтра поранее встань, уж дворец твой построен будет. Ты ж только ходи с молотком да постукавай в стену. Так все и сделалось. Утром ни свет ни заря из коморки вышел Иван Царевич. Гляди, а дворец уж построен чудный такой, что сказать невозможно. Кощей изумился. Верить не хочет голосам. Да ты хитрец, не на шутку. Но погодишь, доберусь я до тебя. Часа через три ты опять к нам пожалуй. Рады мы гостью. А ты нам свою премудрость на деле здесь покажи. Зажгу я соломинку. Ты же, покуда будет гореть та соломинка, здесь. Не трогаясь с места, Шей мне пару сапог с оторочкой надива. Да только знай наперед. Не сошьешь. Долой голова. До свидания. Зол возвратился к себе Иван Царевич. А пчелка Марья Царевна уж там. Отчего опять так задумчив, милый Иван Царевич? Спросила она. Поневоле будешь задумчив, он ей отвечал. Отец твой затеял новую шутку. Шей я ему сапоги с оторочкой. Разве какой я сапожник? Я царский сын. Я не хуже родом его. Кощей он бессмертный. Видали мы много этих бессмертных. Иван Царевич, да что же ты будешь делать? Что мне тут делать? Шить сапогов я не стану. Снимет он голову, черт с ним, с собакой. Какая мне нужда? Нет, мой милый. Ведь мы теперь жених и невеста. Я постараюсь избавить тебя. Мы вместе спасемся. Или вместе погибнем. Нам должно бежать. Уж другого способа нет. Так сказав, на окошко Марья Царевна плюнула. Слюнки в минуту примерзли к стеклу. Из коморки вышла она потом с Иваном Царевичем вместе. Двери ключом заперла и ключ далеко зашвырнула. За руки взявшись потом, они поднялись и мигом там очутились, откуда сошли в подземельное царство. То же озеро, низкий берег муравчатый, свежий луг, и видит по лугу свежему бодро гуляет конь Ивана Царевича. Только почуял могучий конь седока своего, как заржал, заплясал и помчался прямо к нему и, примчавшись, как вкопанный в землю, стал перед ним. Иван Царевич, не думая долго, сел на коня, царевна за ним, и пустили стрелою. Царь Кощей в назначенный час посылает придворных слуг. Доложите Ивану Царевичу, что-то так долго мешкать изволите. Царь дожидается. Слуги приходят, заперты двери, стук-стук, и вот из-за двери им слюнки, словно как сам Иван Царевич, ответствуют Буду. Этот ответ придворные слуги относят к Кощей. Ждать, подождать, Царевич не идет. Посылает в другой раз тех же послов рассерженный Кощей. И та же все песня. Буду, а нет никого. Вспесился Кощей. Насмехаться, что ли, он вздумал? Бегите же дверь разломать и в минуту заворот к нам притущить, не учтивца. Бросились слуги, двери разломаны. Вот тебе раз, никого там. А слюнки так и хохочут. Кощей едва от злости не лопнет. Ах, он вор окаянный. Люди, люди, скорее, все в погоню за ним. Я всех перемешаю, если он убежит. Помчала с погоня. Мне слышится тропот, шепчет Ивану-Царевичу Марья-Царевна, прижавшись к жаркую грудью к ерунду. Он слезает с коня и, припавши ухом к земле, говорили ей, скачут и близко. Так медлить нечего, Марья-Царевна сказала. И в ту же минуту сделала с речкой сама. Иван-Царевич с железным мостиком, черным вороном конь, а большая дорога на три дороги разбилась за мостиком. Быстро погоня скачет по свежему следу. Но к речке примчавшись и стали в пень Кощей в услугу. След до мостика виден. Далее ж след пропадает, и делится на три дорога. Нечего делать. Назад воротились разумники. Страшно царь Кощей разослился, а их неудачу услышав черти. Ведь мостик и речка были они. Догадаться можно бы вам, дуралеям, назад, чтоб был непременно здесь он. Опять помчалась погоня. Не слышится топот, шепчет опять Ивану-Царевичу Марья-Царевна. Слез он с седла и, припавши ухом к земле, говорит ей, скачут и близко. И в ту же минуту Марья-Царевна вместе с Иваном-Царевичем, с ними и коньих, дремучим сделали с лесом. В лесу том дорожек, тропинок, числа нет. По лесу уж, кажется, конь с двумя седоками несется. Вот по свежему следу гонцы примчались к лесу. Видят в лесу скакунов и пустились вдогонку за ними. Лес раскинулся вплоть до входа в Кащеево царство. Мчатся гонцы, а конь перед ними скачет, да скачет. Кажется, близко, но только б схватить. А нет, не дается. Глядь, очутились они у входа в Кащеево царство. В самом том месте, откуда пустились в погоду. И скрыло все. Ни коня, ни дремучего лесу. С пустыми руками снова явились к Кащею они. Как цепная собака, начал метаться Кащей. Вот я ж его плута. Гоня мне, сам поеду. Увидим мы, как от меня отвертится. Снова Ивану царевичу Марья царевна тихонько шепчет. Мне слышится топот. И снова он ей отвечает. Скачут и близко. Беда нам. Ведь это Кащей мой родитель сам. Но у первой церкви граница его государства. Дали ж церкви скакать. Он никак не посмеет. Подай мне крест твой с мощами. Послушавшись, Марья царевна снимает шею свой крест золотой. Иван царевич и в руки ей подает. И в минуту она обратилась в церковь. Он в монаха, а конь в колокольню. И в ту же минуту свитую к церкви Кащей прискакал. Не видал ли проезжих старец честной? Он спросил у монаха. Сейчас проезжали. Здесь Иван царевич с Марьей царевной. Входили в церковь. Они святым помолились. Да мне приказали свечку поставить за здравие твое. И тебе поклониться. Если ко мне ты заедешь. Чтоб шею сломить им проклятым, крикнул Кащей. И коня повернув, как безумный, помчался свитый назад. А примчавшись домой, пересек беспощадно всех до единого слуг. Иван же царевич своею Марьей царевной поехали, Дали, уже не боясь, поле погони. Вот они едут шажком. Уж склонялось солнце к закату. И вдруг в вечерних лучах перед ними город прекрасный. Ивану царевичу смерть захотелось в этот город заехать. Иван царевич, сказала Марья царевна, не есть. Недаром вещи и сердце ноет во мне беда приключиться. Чего ты боишься, Марья царевна? Заедем туда на минуту, посмотрим город, потом и назад. Заехать нетрудно, да трудно выехать будет. Но быть так. Ступай, а я здесь останусь белым камнем лежать у дороги. Смотри же, мой милый, будь осторожен. Царь и царица и дочь их царевна выйдут навстречу тебе. И с ними прекрасный младенец будет. Младенца того не целуй. Поцелуешь, забудешь тотчас меня. Тогда и я не останусь на свете. С горя умру и умру от тебя. Вот здесь у дороги буду тебя дожидаться я три дня. Когда же на третий день не придешь? Но прости, поезжай. И в город поехал, с нею простяся, Иван царевич один. У дороги белым камнем осталась Марья царевна. Проходит день, проходит другой, напоследок проходит и третий. Нет, Иван царевича. Бедная Марья царевна. Он не исполнил ее наставления. В городе вышли встретить его и царь, и царица, и дочь их царевна. Выбежал с ними прекрасный младенец, мальчик-кудряшка-живчик. Глазенки, как ясные звезды. И бросился прямо в руки Ивану царевичу. Он же его красотою так был пленен, Что ум, потерявши в горячей щеке, начал его целовать. И в ту же минуту затмилась память его. И он позабыл о Марье царевне. Горе взяло ее. Ты покинул меня, так и жить мне незачем более. И в то же мгновение из белого камня Марья царевна в лазоревый цвет полевой превратилась. Здесь у дороги останусь, А восьмим охотом затопчет Кто-нибудь в землю меня, Сказала она, И росинки слез на листках голубых заблистали. Дорогой в то время шел старик. Он цветок голубой у дороги увидел, Нежно его красотою пленясь. Осторожно он вырыл с корнем его И в избушку свою перенес. И в корыце там посадил, И полил водой, И за милым цветочком Начал ухаживать. Что же случилось? С той самой минуты Все не по-старому стало в избушке. Чудесное что-то начало деяться в ней. Проснется старик, А в избушке все уж как надобно прибрано. Нет нигде ни пылинки. В полдень придет он домой, А обед уж состряпан, И чистый скатертью стол уж накрыт. Садись и ешь на здоровье. Он дивился, не знал, Что подумать ему напоследок Стало и страшно. И он у одной ворожейки-старушки Начал совета просить, что делать. А вот что ты сделай, Так отвечала ему ворожейка, Встань ты до первой ранней зари, Пока петухи не пропели, И в оба глаза гляди, Что начнет в избушке твоей шевелиться, То ты вот этим платком И накрой. Что будет, увидишь. Целую ночь напролет Старик пролежал на постели, Глаз не смыкая. Заря занялась, И стало в избушке видно, И видит он вдруг, Что цветок голубой встрепенулся, С тонкого стебля спорхнул, И начал летать по избушке. Все между тем по местам становилось, Повсюду сметалась пыль, И огонь разгорался в печурке. Проворно с постели Прянул старик И накрыл цветочек платком, И явилась вдруг пред глазами его Красавица Марья-Царевна. Что ты сделал? Сказала она. Зачем возвратил ты жизнь мне мою? Жених мой, Иван-Царевич прекрасный, Бросил меня, И я им позабыта. Иван твой, Царевич, Женится нынче. Уж свадебный пир, Приготовленный гости, Съехались все. Заплакала горько Марья-Царевна, Слезы потом потерла, Потом в сарафан нарядившись, В город крестьянкой пошла. Приходит на царскую кухню, Бегают там повара, В колпаках и фартуках белых, Шум, возня, стука дня. Вот Марья-Царевна приближась к старшему повару, С видом умильным и сладким, Как флейта, голосом молвила повар. Голубчик, послушай, Позволь мне свадебно испечь пирог Для Ивана-Царевича. Повар, занятый делом, С досадой, хотел огрызнуться, Но слово замерло вдруг у него на губах, Когда он увидел Марию-Царевну, И ей отвечал он с приветливым взглядом, В добрый час, девица-красавица, Все, что угодно делай, Ивану-Царевичу сам поднесу я пирог твой. Вот пирог испечен, А званые гости, как должно, Все уж сидят за столом и пируют. Услужливый повар, Важно, огромный пирог На узорном серебряном блюде Ставит на стол Перед самым Иваном-Царевичем. Гости все удивились, Увидя пирог. Но лишь только верхушку Срезал с него Иван-Царевич. Новое чудо. Сизый голубь с белой Голубкой порхнули оттуда. Голубь по столу ходит, Голубка за ним и воркует. Голубь мой, голубь, постой, Не беги, обо мне ты забудешь, Так как Иван-Царевич Забыл о Марье-Царевне. Ах, нул Иван-Царевич, То слово голубки услышав, Он вскочил, как безумный, И кинулся в дверь, А за дверью Марья-Царевна стоит уж И ждет. У крыльца же Конь вороной с нетерпенья, Оседланный в снузданный пляж. Нечего медлить, поехал Иван-Царевич Своею Марья-Царевна. Едут, да едут, И вот приезжают В царство царя Бериндея. Они и царь, и царица Приняли их с весельем Таким, что такого веселья Видом не видано, Слыхом не слыхано. Долго не стали думать, Честным пирком, Да за свадебку Съехались гости, Свадьбу сыграли. Я там был, Там мед я и пил, Отпил, По усам текло, Да в рот не попало. И все тут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова